Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за обратную связь и за подписку, конечно же. Здравствуйте, зрители моего канала! Сейчас будет торопровнос для всех знаков зодиака на день. Карта дня, общий торопровнос, карта дня на 26 марта. Сейчас посмотрим, что карты подскажут. Так, общая карта для всех знаков. Вот она вылетела, сама засветилась. Если кто чувствует усталость, пожалуйста, отдохните. Отдохните, нужно отдохнуть. Перезагрузиться эмоционально, физически. Побыть, может быть, дома, отдохнуть. Подумать о своей проблеме, если таковая есть. Но подумать. Может быть, вынужденная пауза, нужно о чем-то подумать. И мы имеем еще пятерку кубков. Не надо так расстраиваться. Нужно просто, опять же, эти две карты говорят о поддыхе. Тут нужно... Не надо так, знаете, расстраиваться, думать о плохом, печалиться. Не все так плохо, как вам может показаться. Присмотритесь вокруг, и вы обязательно после отдыха найдете, найдете, куда двигаться дальше. И рядом с ними еще был суд, они как-то так втроем все засветились. И вы найдете решение. То есть, вот если перезагрузиться, у кого-то будет какая-то проблема решить, отдохнуть, то вы обязательно, вас вдруг осенит, как вам быть дальше. Как-то все так карты получились связанные. Выскочили три. Думала взять одну, потом вторую. Смотрю, они все втроем и все связаны. Вот прям, знаете, об одном говорят. Такое бывает, да. А сейчас, конечно же, первая карта для наших овнов. Так, тасуем для наших овнов на 26 марта. Если я оговорилась до этого, то на 26. Просто запуталась. Может, я сказала другое число. 26 марта. Так, овны, карта дня. Мах. Второй день подряд выпадает. 25-го тоже, если мне не изменяет память, овнам. Овнам выпало. Или это всем знаком выпало. Но все равно, эта карта, пожалуйста, овны ваша. Это у вас может, да, какие-то цели быть поставлены серьезные в этот день. Вам нужно будет что-то заниматься контролем, распределением, чем-то заниматься. У вас могут быть какие-то идеи, хорошие идеи, которые вы сможете и будет как воплотить в жизнь. Карта я называю. Вижу цель, верю в себя. Вперед. У вас получится. У вас все для этого будет. Если кто-то в этот день, ну, что-то собрался делать, ну, даже серьезное, то у вас получится. Верьте в себя. Да, может, вы встретите такого вот мужчину, возможно, знака огня на своем пути в этот день, водолейчи, ой, овны. Знака огня, да, может быть, мужчина, который вот такой вот любит контролировать. Может быть, где-то, знаете, такой манипулятор людьми, человек, который хорошо разбирается в людях. Такое возможно. И который лидер по своей натуре. Так. Следующая карта, конечно же, для наших тельцов на 26 марта. Тельцы. Семерочка жезлов. Может возникнуть ситуация, при которой нужно будет отстаивать свою точку зрения. Своё, что-то своё. Вы будете настроены решительно, вы будете настойчивы, вас, конечно же, услышат, вы будете в выгодном положении. Единственное, вот о чём говорит, это ещё карта, как предупреждает, не нужно доводить до конфликта. Если у кого очень такой взрывной характер, будьте внимательны. Сохраняйте его спокойствие, как вот эта девушка на вот этом, на вот этой картинке. Близнецы для вас. Карта на 26 марта. Близнецы. Где тут, что тут нашим близнецам? Не то, не то. Бывает такое. Карты почему-то. Вот, что мы вытянули. Это, похоже, семёрочка. Сейчас, секундочку. Вот, вот, карта. Так, не семёрочка присмотрелась. Это Паш Мечей. Может быть, близнецы будут из карты новые. Есть просто в колоде карты почему-то, которые вот чаще всего выпадают. Не знаю, это я так просто, между прочим, говорю. В этой колоде ещё даже вот я сколько раз складок делала, да немного, но Паш ещё ни разу не выскакивал. Паш Мечей говорит о том, что будут наши близнецы искать информацию о чём-то, может быть, по интернету, может быть, по телефону. Вам она нужна будет для того, чтобы, да, что-то красновечиво потом вы, может быть, что-то расскажете. Может, кто-то будет сдавать экзамен, какие-то ещё конкурсы, ещё что-то. То есть, вам нужна будет эта информация потом, чтобы применить её для себя. Вот так вот. Какая-то информация, возможно, будете искать. Ещё это может быть общение с детками. Детками знака воды. Вылетела карта, пусть будет раком. Пятёрочка. Пятёрочка жезлов. Соревнования, конкуренция. Да, спортивные могут быть соревнования. Да, конкуренция любая, даже выбор, ещё что-то, конкурс и так далее. Может быть, какой-то спорт даже, который может до драки дойти. Будьте внимательны. То есть, вот такой вот день. Вам, может быть, нужно будет даже в ссоре отстаивать что-то своё или с кем-то соревноваться. Карта соревнований. Ничего такого плохого нету. Но главное, сохраняйте спокойствие. Раки. Так, лев. Карта на 26 число. Марта. Так, что мы имеем? Шестёрочка жезлов. Победители. Карта победителя. Вас заметят, вас увидят. Буду говорить, да, молодец, сам добился. Вот победы. Вы даже сможете поделиться своим опытом, как вы победили. То есть, карта победителя. Карта заслуженной награды за победу. Может быть, повышение по службе, повышение зарплаты, просто премия. Вы будете в этот день победителем. Вот так вот, знаете, как вот, как даже победитель на сцене даже, образно говоря. Так, что должно всё получиться. Дева. Дева. Карта на 26 марта. Марта. Колесница. Вижу цель. Тоже верю в себя. Нужно иметь цель. Если у кого-то её нету. На этот день то распланируйте всё, продумайте всё, что было. Вот, может быть, она у вас появится. Если цель есть, обязательно всё ещё хорошо проверьте, прежде чем двигаться вперёд. Вот, конечно же, карта говорит о, может быть, передвижении, командировке, поездке. И нужно сохранять силу воли и баланс по этой карте. И верить в себя. Сила воли, вера в себя. Видеть цель и двигаться вперёд. И тогда вы достигнете той цели, которую вы себе на этот день, где вы запланировали. Весы, конечно же, следующие. Карта для наших весов на 26 марта. Король Пентакли. Возможно, будете заниматься какими-то своими профессиональными обязанностями, делами. Может быть, это могут быть и земельные вопросы, и ценные бумаги. Заниматься какими-то сделками. В этот день всё хорошо. По сделкам, по прибыли. Да, прибыль может быть в любом виде. Начинают премии, зарплаты. И у кого какая ещё что-то. Прибыль, сделки. Можно с делками заниматься. Всё хорошо. Может встретить у себя на пути. Рядом вот такого короля. Профессионала своего дела. Человек, который любит свой комфорт. Который, может быть, да, и занимается. Вот любит свою семью. Человек, ценит её. Знака земли, возможно. Вот такого ещё. Да, при деньгах. Или занимается или земельными вопросами, или ценными бумагами, может быть. Человек при деньгах. Человек, который умеет зарабатывать деньги. Вот, конечно же, это надёжный партнёр, любовник. Кто ещё может быть возлюбленный. Как ещё это назвать. Ну, скорпиончики, карта для вас. 26 марта. Что у нас тут дьявол? Вот кто-то вас будет вот так вот манить. Может быть, что-то предлагать. Скорпиончики. Будьте внимательны. Он такой вроде бы красавчик, да. Рассказывает хорошо, а может быть, на самом деле не так. Ну, все понимают. Во-первых, может быть, ситуация, при которой возникает ваши, вылазят наружу ваши страхи. Или какие-то комплексы. Ну, за это не переживайте. Каждый день, в принципе, мы с этим сталкиваемся. Но может проявиться тёмная сторона личности. Можете что-то узнать о ком-то. То, о чём не догадывались. И вам не рассказывали, не показывали. В общем, в любом случае, в этот день будьте внимательны. Соблазн, может быть, страсть возникнуть. Да, какая-то вот такое вот что-то. Будьте внимательны. Всё проверяйте. И не доверяйте, пожалуйста, очень сильно вот этому мужчине на карте. Так, стрельцы, вам карта на 26 марта. Старший Аркан Солнца. Замечательно. Успех, благополучие. Всё хорошо. Любые дела, которые запланировали, пожалуйста, в этот день. Весть о детях. Ну, что ему сказать. Радость, приятное общение. Всё, что... Всё может быть вот замечательно. Приятный, хороший день. Всё в ваших руках. Всё получится. Тут и добавить больше нечего. Так, следующие. Козероги и козерушки наши. Красавчики. 26 марта. Нет, вот эту хочу. Ну, вот, пожалуйста. Воздух. Ой, воздух. Козероги Земля. Это король воздуха. Возможно, встретите у себя на пути такого короля, который очень, такой, знаете, деловой человек. Решает всё по справедливости. Знака воздух, возможно. Возможно, вам придётся принимать деловые, много деловых решений. Какая-то ответственности много в этот день. Что-то нужно будет решать, делать. Может быть, даже обращаться за советом к специалистам. Может, вы пойдёте к юристам, к хирургам и кому-то ещё из узких специалистов. Вот. Не стесняйтесь. Обращайтесь за помощью, если нужна помощь. И у нас, конечно же, следующие водолейчики. Ватолеи. Вот, пожалуйста. Рыцарь. Чаш. Рыцарь-чаш. Это свидание приятное. Если у кого-то есть сейчас уже новое знакомство, флирт. Если у кого-то есть уже отношения, то эти отношения могут перейти на новый уровень. И, конечно же, эта карта говорит о таком надёжном, хорошем, возлюбленном. Карта для рыбок вылетела. Возьмём её в расклад. Я не видела даже ещё какая, пока я тут тасовала. Старый отшельник. Да, отшельник. Может быть, рыбке вам нужно перезагрузиться, отдохнуть эмоционально, физически. Просто отдохнуть. Может, кто-то захочет побыть наедине. Устали вы, рыбки, может быть. Или даже отдохнуть и перезагрузиться, чтобы духовно перезагрузиться и найти решение вопроса, которое вас, может быть, кого-то мучает. Если вы хорошо подумаете, успокойтесь, вы найдёте ответ внутри себя. Вот об этом говорит этот аркан. Такой получился расклад. Карта дня для наших знаков зодиака на 26 марта. Спасибо вам за ваши подписки, просмотры, комментарии. Благодарю вас. Всего вам хорошего и до встречи на моём канале. До встречи на моём канале.